Распад Советского Союза это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Владимир Путин. 8 декабря 1991 года в маленьком белорусском местечке Вискули собрались трое заговорщиков. Руководители России, Украины и Белоруссии. Ельцин, Кравчук, Шушкевич. В глубокой тайне они подписали договор, по которому Великая Держава Союз Советских Социалистических Республик как субъект международного права и геополитическая реальность прекратил свое существование. Но вот сенсация. Оказывается, у беловежских заговорщиков были предшественники. Первая попытка развала Советского Союза была предпринята еще в конце 40-х годов прошлого века. В отечественную историю она вошла под названием Ленинградского дела. Ленинградское дело – одно из самых загадочных в истории репрессивной политики Советского Союза. Хотя о нем много говорили и в период так называемой Хрущевской оттепели, и многократно поминали его в ходе Горбачевской перестройки, правда о ленинградском деле так никогда и не было сказано. 29 сентября 1950 года в этом здании на углу Кирочной улицы Литейного проспекта Ленинградском окружном доме офицеров состоялся суд. На скамье подсудимых. Секретарь ЦК ВКПБ Кузнецов. На назначение на этот пост он руководил городом на Неве. Председатель Госплана СССР Вознесенский, председатель Совета Министров РСФСР Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома партии Попков, второй секретарь горкома Капустин, председатель Ленгорысполкома Лазутин. Все они были признаны виновными и спустя час после оглашения приговора расстреляны. Прах их тайно захоронили неподалеку от города на Левашовской пустоши. Аналогичные процессы проходили и в других городах. На самом деле за то, что якобы инкриминировали Кузнецову, в общем-то, никто особо и не сажал. В Москве был такой секретарь, товарищ Попов, секретарь Московского обкома, который вытворял неизвестно что. Доходило до того, что он подчинял себе союзные министерства и требовал, чтобы союзные министерства отчитывались не перед ЦК, не перед Сталином, а перед ним. Уж куда дальше, казалось бы. Его должны были взять и стрелять. Ничего подобного, его сняли. Он прекрасно доживал свой век директором завода. Никто его не трогал. Кузнецову расстреляли, да. Вот и возникает вопрос, а за что? Все материалы по так называемому ленинградскому делу до сих пор засекречены. В партийных архивах и даже в архивах Комитета государственной безопасности сохранились лишь отдельные документы, на основании которых либеральные публицисты и историки сочиняют очередные страшилки о невинных жертвах сталинского режима. Я не исключаю, что многие документы уничтожены. Потому что даже работая в архивах, в некоторой степени открытых, то, допустим, высчитывая те или иные ситуации, я знаю, что должны быть документы, я беру в архивы этих документов, а нет, они уничтожены за ветхостью. Вот 101-я страница того же года и того же месяца не ветхая, 103-я тоже не ветхая, а 102-я оказалась ветхой, и ее уничтожили. Самое поразительное во всей этой истории то, что именно ради этого дела в СССР вновь была введена смертная казнь. Она была отменена в 1947 году, но по ходу следствия в январе 1950-го происходит ее восстановление по отношению к изменникам Родины, шпионам и диверсантам. Что же должны были натворить видные партийцы, что ради них пошли на беспрецедентный шаг, поменяли закон? То, что выдается за обвинение по Ленинградскому делу, на самом деле это просто протокол какого-то партийного собрания, где говорится о прегрешениях против партии. Но в Советском Союзе за прегрешения против партии не сажали и не расстреливали, поскольку в Уголовном кодексе преступления против общественной организации не было. Возникает вопрос, что же они сделали, что их расстреляли тогда, когда не было смертной казни, и что придя к власти, хрущевцы зачистили их дела так основательные, что никто до сих пор не может найти. Многие исследователи до сих пор недоумевают, почему Сталин так сурово обошелся с бывшими соратниками и любимцами. В обвинительном заключении их грехи представлены весьма туманно. Известны случаи, когда партийных работников прощали и за более серьезные прегрешения. Значит, в деле было еще что-то, известное лишь немногим. И что Сталин не хотел придавать огласке. Мы знаем, что Кузнецов и его товарищи радовали за создание Коммунистической партии России. А если мы вспомним, с чего начался развал Союза? Создание Коммунистической партии России. То есть создание Компартии России, оно дает все предпосылки к перехвату управления. Потому что секретарь самой большой партийной организации в стране всегда может отодвинуть союзное руководство в сторону. Просто потому, что у него будет абсолютное большинство голосов коммунистов по любому вопросу. Поэтому Компартия России у нас никогда не создавалась. Де-факто роль Компартии России играла партия Советского Союза. Это еще не все. Дело в том, что Никита Сергеевич проговорился. Он на выступлении в 1954 году перед Ленинградским партактивом сказал, что Кузнецова обвиняли в сепаратизме. Какой сепаратизм, сказал Никита Сергеевич, но слово прозвучало. То есть создание Компартии России и обвинение в сепаратизме уже нам говорит, что хотелось делать Кузнецов. Деяния к нам известны. В 1991 году это все сбылось. Началось создание Компартии Российской Федерации, закончилось развалом Союза. Так ли невинны невинные жертвы? И был ли повод для репрессии? Поводом для начала расследования послужил скандал, связанный с проведением в Ленинграде в январе 1949 года Всероссийской оптовой ярмарки, которая загадочным образом переросла во Всесоюзную. Причем сделано это было в обход центральных органов власти без согласования в Политбюро и Совмине СССР, руководителем которых был Сталин. Все вопросы напрямую решались председателями Совмина РСФСР, Родионовым и Госплана СССР Вознесенским. В ЦК крышевал акцию Кузнецов. Вообще вся эта затея с ярмаркой выглядит весьма странно. Достаточно сказать, что вместо прибыли она принесла 4 миллиарда рублей убытков. Складывается впечатление, что результаты ярмарки никого из организаторов не интересовали. И она была лишь поводом для совершенно другой акции. Ярмарка была абсолютно провальной, абсолютно убыточной, с колоссальным количеством убытков. Причем неразрешенная. И люди, которые ее проводили, они отлично знали, что мало им за это дело не покажется. Зачем же ее проводить? Зачем так рисковать? В общем-то, кроме официальной версии, есть только одна версия. Им надо было срочно собрать своих товарищей со всей страны, чтобы пообщаться. Что такое оптовая ярмарка? Они приезжают первые лица. Кое-то из историков считают, что это вообще был учредительный съезд Компартии России. Но таких данных мы не имеем. Но что это было какое-то совещание, это однозначно. Да, это была именно сходка. По ходу расследования и разработки организаторов ярмарки стали вскрываться удивительные вещи. Так, при проверке госплана, руководимого Вознесенским, были выявлены гигантские переписки. От учета скрывались астрономические суммы. Все это тщательно скрывалось от руководства страны. Более того, выяснились и другие, совершенно фантастические факты. А Вознесенский был председателем госплана, как мы знаем. За последние три года в госплане пропало больше 250 секретных документов. И причем секретный документ – это не то, что вот одна бумажонка о чем-то. Это вот такие вот талмуды планов, например. Вот такой талмуд госплана – это один документ. Причем практически все из них касались вопросов стратегических, вроде производства металла, железных дорог, оборонного комплекса. Один единственный документ был про учебники в школах Украины. По-видимому, действительно потеряли. А все остальные, ну, естественно, госплановских чинов во главе с Вознесенским тут же стали разрабатывать по шпионажу. И, по-видимому, их очень хорошо разработали. То есть это прелюдия ареста ленинградского дела. Надо учитывать внешнеполитическую обстановку того времени – начало Холодной войны. Черчилль выступает со своей знаменитой антисоветской речью в Фултоне. США готовятся нанести атомный удар по ста крупнейшим городам Советского Союза. В лесах еще действуют отдельные отряды лесных братьев и бандеровцев. И в такой ситуации вдруг выясняется, что второй секретарь ленинградского горкома Капустин во время стажировки в Лондоне вступил в интимную связь с англичанкой и был застигнут разъяренным мужем. Типичная медовая ловушка, используемая британской разведкой для вербовки агентов. МГБ копал-копал и выкопал шпионаж. Ну, то, что он мог быть агентом английской разведки, это и к бабке не ходи. Мало ли, мы знаем, какие наши агенты были в Англии. Я думаю, что у них были агенты здесь не меньшего уровня. Ну, может быть, немного меньшего, но мы не думаем, что у нас не было агентов. И уже после этого всю компанию стали всерьез разрабатывать по шпионажу. Вообще роль западных спецслужб в развале СССР, их агентурная деятельность в высших партийных и советских органах власти требует особого расследования. Разведка очень строго хранит подобные тайны и, возможно, настоящую правду о многих событиях нашей истории мы узнаем лишь лет через сто. Обычно подобные материалы хранятся в папках под грифом «без срока давности». Один из американских разведчиков в высоком уровне сказал, что когда мы рассекретим документы и объявим, кто был у нас пятой колонной, страна ужаснется. Что толкнуло видных партийцев на активные действия? Дело в том, что после окончания войны на стол к Сталину стали поступать материалы о массовой коррупции, хищениях и воровстве среди партийно-хозяйственного аппарата. И вождь дал команду на тотальную проверку нечистых на руку чиновников. Были некоторые партийные функционеры, которые решили использовать трагедию города в военное время в целях личного обогащения. В 1947 году, если мне память не изменяет, в Ташкенте был задержан один гражданин, и при обыске у него было обнаружено огромное количество. Вся квартира была завалена антиквариатом, драгоценностями, валютой. И когда стали это раскручивать, все это привело в Питер. Смотрите далее. Спецоперация «Скорпионы» и «Алгебра коррупции». В Советском Союзе первые должностные лица мечтали сделать казенное своим. Палачи, жертвы и сталинская трагедия. Все эти движения начались после того, как пошла тотальная проверка партийного руководства. Стало ясно, что первые лица тоже могут посадить. Мало кто обращает внимание на тот факт, что все допросы обвиняемых ввели не следователи госбезопасности, а члены специальной партийной комиссии. И судьбу их определяли не в МГБ, а в партийных кругах. Сотрудникам госбезопасности вообще была запрещена разработка функционеров такого ранга. МГБ не мог разрабатывать первых лиц. Но была у нас контора, которая могла разрабатывать лиц любого уровня. Называлась она Министерство государственного контроля. И в Министерстве государственного контроля главным сидел человек с очень поганым характером, но тем не менее человек, которому Сталин доверял абсолютно. Звали его Лев Захарович Мехлис. И вот есть данные, что еще в 1948 году Мехлис положил на стол Сталину информацию о злоупотреблениях первых лиц в Ленинграде. О том, что директор Кировского завода сделал Кузнецову и Попкову золотые шашки для них самих и маленькие золотые шашки для их сыновей. Дело в том, что в конце 40-х годов там прошла целая серия проверок партийных деятелей. Это же ленинградское дело было не одно. Было их очень много. Было Петрозаводское дело, было Московское дело. Там шерстили секретари обкомов по всей стране. Многих отстраняли, кое-кого и сажали. Но сажали их за чистую уголовщину. Характерным примером была агентурная операция, получившая название «Скорпионы». В Ленинграде чекистами была выявлена группа расхитителей, взяточников и коррупционеров, из 370 человек, куда входили сотрудники прокуратуры, суда, горжелоотделов, милиции, паспортных служб, высокопоставленные чиновники. Оперативников поразила наглость и полная безнаказанность преступников. 8 февраля 1946 года информация была доложена тогдашнему руководителю города Кузнецову. Однако никакой реакции Смольного не последовало. Позднее следствие установило тесные связи «Скорпионов» с первыми лицами города. Обо всем этом было доложено лично Сталину. Правда заключается в том, что в Советском Союзе первые должностные лица мечтали сделать казенное своим. И не только директора предприятий мечтали превратиться из красных директоров в полноправных собственников своих заводов и фабрик. Но что самое страшное, первые секретари союзных республик мечтали точно так же приватизировать свои республики, свои народы и превратиться в президентов, по возможности передающих власть по наследству своим детям. Вот это вполне понятное с точки зрения своей корыстной человеческой психологии желание сделать казенное своим и лежало в основе распада Советского Союза. И как знать, может быть, и некоторые коррупционные тенденции, которые ведь проявлялись еще в сталинское время, но все знают о том, с какими груженными немецкими трофеями, вагонами обогащали себя представители военной элиты, но ведь не только военные, партийные. И как люди входили во вкус хорошей жизни, которую они увидели в тех западноевропейских странах, куда входила наша героическая Красная Армия. Во время войны заниматься такими делами просто не было ни сил, ни времени. Возможно, страх перед разоблачением и подтолкнул некоторых партийных и советских функционеров на попытку заговора. И есть люди, которые на основе секретных документов, с которыми им приходилось знакомиться, утверждают, что как раз вот эта коррупционная составляющая тоже имела место. Не все руководители Ленинградского обкома партии были безгрешны. Некоторые, попросту говоря, крысятничали. И если такая информация была доведена до Сталина, то это могла информация привести его в бешенство и перечеркнуть намерение Сталина оставить после себя в качестве преемников представителей Ленинградской, Ждановской группировки. Многие историки пытаются представить ситуацию как расправу над неугодной Сталину Ленинградской партийной организацией. Но, по сути, никакого ленинградского дела не было, а был заговор, аналогичный Беловежскому перевороту. Тогдашние руководители РСФСР и Ленинграда, Украинской и Белорусской ССР, пытались выйти из-под контроля союзного руководства даже ценой возможного распада страны. Основную роль играл Никита Сергеевич Хрущев, а помогал ему Игнатьев, Семен Денисович Игнатьев. Был такой человек, который был министром госбезопасности до Берии, который, скорее всего, причастен к случайно странной смерти Сталина. И если мы посмотрим, какие посты занимали Хрущев и Игнатьев тогда, когда Кузнецов был секретарем ЦК и лелеял свои планы о создании Компартии России, нам станет очень интересно. Потому что Хрущев был первым лицом на Украине, а Игнатьев был вторым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Сушкевич и Кучма в том-то все и дело, что на ключевых постах России, Украины и Белоруссии сидят три заговорщика. И что они могут сделать? Легко и просто они могут разорвать союзный договор. Остается неясным вопрос, почему арестованные не выдали на следствии остальных участников заговора? Хрущева, Игнатьева и прочих. Ответ очевиден. Здоровье Сталина к тому времени сильно ухудшилось. Все понимали, что вождю оставалось не так много. А смертная казнь на момент ареста была отменена. Кроме того, оставшиеся на свободе заговорщики могли повлиять на ход следствия. Измена родине и шпионаж, ну это скорее всего дело специально для ленинградцев, чтобы приговорить их к смертной казни. Дело в том, что они в принципе до 49-го года, они же ничем не рисковали. Смертной казни не было, но дадут им 25 лет. Ну дадут, да. Через 2-3 года их друзья-заговорщики придут к власти и их выпустят. Как собственно и произошло со многими оставшимися в живых. Хрущев пришел к власти и тут же всех реабилитировал. С подачи Хрущева всех обвиняемых по так называемому ленинградскому делу стали считать невинными жертвами сталинских репрессий. Но так ли уж все они были невинны? Если отбросить партийную риторику из обвинительного заключения, то все конкретные факты преступной деятельности были полностью доказаны. Это признали и сами обвиняемые. Причем никаких данных, что признание выбивали силой, не существует. Более того, даже комиссия по реабилитации не решилась опровергнуть конкретные статьи обвинения, а ограничилась формулировкой, что часть материалов дела была сфабрикована. Что двигало заговорщиками? Политические амбиции, желание выйти из-под контроля, жажда неограниченной власти или просто корысть и стремление уйти от ответственности даже ценой развала государства? Ну, мотивации две. Во-первых, сидя в республике, он сидел под союзным руководством. А хочется быть первым. А во-вторых, я думаю, была та же мотивация, что и в 1991 году. Почему республик так рванули от союза? Да, они рванули после дела Рашидова. Когда они поняли, что первых лиц могут сажать за экономические злоупотребления, вот тогда-то они шарахнулись, чтобы быть у себя первыми, чтобы тебя уже никто не мог посадить. Потому что ты первый и сам пишешь свои законы. Точно так же здесь. Все эти движения начались после того, как пошла тотальная проверка партийного руководства. Стало ясно, что первые лица тоже могут посадить. То есть, а убить хвосты, да? Да, чтобы тебя никто не мог тронуть. Вот второй очень простой мотив. Чисто шкурный. Никакой политики, никаких масонов, никакой геополитики, ничего. Просто обычное человеческое шкурничество. По ходу расследования выявлялись все новые и новые факты существования масштабного заговора, нацеленного на разделение страны. В официальном обвинении говорилось, что подсудимые, объединившись в 1938 году в антисоветскую группу, проводили подрывную деятельность в партии, направленную на отрыв ленинградской партийной организации от ЦК ВКПБ, с целью превратить ее в опору для борьбы с партией и ее центральным комитетом. Они высказывали изменнические замыслы, а также разбазаривали государственные средства. Как видно из материалов дела, подследственных также подозревали в попытке перенесения столицы РСФСР в Ленинград и формировании самостоятельной компартии РСФСР, то есть фактически в создании параллельного центра власти. Был даже сделан проект государственного флага, триколор, с серпом и молотом. Я хочу сказать, что вообще некоторые политические идеи очень часто напоминают о себе по прошествии где-то двух-трех десятилетий. Так, собственно говоря, и произошло в годы перестройки, когда вдруг вновь родилась идея создания коммунистической партии РФ. Идея, надо сказать, очень опасная, потому что с того момента, как Борис Николаевич Ельцин провозгласил главенство российских законов над союзными, судьба СССР была решена. Понятно, что при заговорах такого уровня никаких прямых улик обычно не бывает, но есть косвенные данные, подтверждающие, что Хрущев и Игнатьев входили в число заговорщиков. Не случайно, например, что первое, что сделал Хрущев, придя к власти, дал команду изъять все материалы по этому делу. Я подозреваю, что ленинградское дело попросту зачищено, потому что нет такого дела, к которому за последние 20 лет не прорвался хотя бы один историк или один исследователь. Где у Тухачевского прорывались, где у Берии прорывались, ленинградского дела не видел никто. Историки до сих пор ломают головы. Почему прагматичный дальновидный Сталин так и не назвал точно своего преемника? Скорее всего, вся та грязь и неприглядное поведение ближайших соратников, которые вскрылись в ходе расследования сепаратного заговора, вызвали у вождя глубочайшее разочарование. Не случайно именно после этого дела он пророчески с горестью говорил членам ЦК, что ему не на кого оставить страну. Он очень мрачно оценивал перспективы существования той великой империи, которую он создал. И Хрущев, обличая Сталина с трибуны 20-го съезда КПСС в 1956 году, приводил такие его убийственные слова, обращенные к членам Политбюро. Слепцы, котята, что после меня будет? Погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов. Конечно, Хрущев приводил эти сталинские слова как доказательство того презрительного отношения к руководящим деятелям партии и правительства, которое обнаружил Сталин. А сегодня мы их воспринимаем прямо как пророчество Нострадамуса. История имеет свойство повторяться. Действительно, многие неосуществившиеся замыслы заговорщиков сталинской эпохи полностью были воплощены в жизнь через 40 лет в правление слабого, безвольного Горбачева. Почему с такой легкостью распался Советский Союз? Ведь большинство населения страны на референдуме высказалось за сохранение единого государства. Это был результат предательской позиции партийно-хозяйственной элиты республик. Сепаратизм сомкнулся с чисто корыстными интересами правящих верхушек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!